Здравствуйте! Дорогие мои друзья, мои абоненты и гости канала, я снова рада приветствовать вас на канале Творческая Студия Олиш Арты. И хочу вам признаться в одной своей небольшой провокации в моем прошлом видео. Конечно же, я специально надела мое колье, чтобы кто-то из вас задал вопрос. А что такое у вас там? Что за такое колье у вас? Не расскажете ли? И, конечно же, я хочу рассказать вам о моем колье, потому что, да, действительно, это колье, которое я сделала тоже своими руками. И не могу сказать, в какой технике, потому что эта техника, она смешанная. Там есть и войлок, есть искусственные цветы и еще есть природные материалы. Сейчас я вам их покажу и расскажу, как я это сделала. Такое нехитрое колье, которое я очень люблю. Колье сделано в смешанной технике. Ничего особенного. Ну и есть некоторые элементы, которые я еще не встречала в других изделиях. Вот, например, вот этот элемент. Мы потом к нему вернемся. А пока что рассмотрите его детально. Субтитры сделал DimaTorzok Вот вы рассмотрели, а теперь я вам расскажу. Про составляющие этого колье. Не могу даже вам сказать, в какой технике сделано это колье. Хочу только сказать, что я никакой не специалист в области колье, но я позволяю себе делать то, что мне нравится. И вот мне захотелось сделать такое колье, и я его сделала. Знаете, эта мысль у меня появилась после того, как у меня оказались под рукой те материалы, которые дали мне толчок для того, чтобы обязательно что-то сделать из них. И здесь речь в данном случае идет вот об этом вот материале. Мне интересно, догадались ли вы, что же это такое? Интересно будет услышать ваши версии. Вот, это один и тот же материал. На что это похоже? Как вы думаете, что это? Ну, ладно, не буду вас томить. Это дынные корки. Высушенные дынные корки. Есть такая дыня. Я не знаю, как она называется. Она такая кругленькая, зелененькая, с желтыми прожилками, користой такой кожей. И когда я на нее смотрела, я просто подумала, что надо это использовать. Это настолько красиво смотрится, что я решила ее высушить вот так вот в спиральках. Обработать и использовать в каком-нибудь изделии. Колье или браслет. Ну, можно использовать в чем угодно. Но вот у меня была такая идея. Пока что в данном случае у меня колье. Но, если вы захотите, мы с вами сделаем такой браслетик. Вот с таких нехитрых материалов. Ну, как нехитрых? Конечно, вам нужно будет высушить вот такую вот корку. Не обязательно это может быть дынная корка. Для вас это может быть просто как бы идея, от которой вы можете оттолкнуться и дальше фантазировать. Вот, потому что у меня это колье появилось тоже не само по себе, а только после того, как я сначала увидела дорогое колье в магазине, в центре Канн, вот там вот, где разгуливают Бумонт, где заходят и покупают дорогие вещи, я увидела колье из апельсиновых корок. И я его себе сделала. Ну, конечно же. Ну, конечно же, я его себе сделала. И когда я увидела эти дынные корки, меня это натолкнуло на мысль, что это может получиться что-то просто очень оригинальное. Ну, а потом, конечно же, я добавила сюда искусственных цветов. Вот они маленькие, голубенькие, синенькие такие цветочки. Добавила сюда кружево. И в основе вот там вот лежит валеный обрезок из моего красивого платья, которое я делала. И потом я отрезала кусочек, вот где у меня там оставался лишний кусочек. Это был воротник. Потом я его отрезала. Я убрала этот воротник. Я сделала по-другому. И вот из этого. И потом пришила еще какой-то рюшечек. Ну, в общем, это такое крэйзи. Не знаю, какой он этот стиль. Я же говорю, я никакой не специалист в этом. Вот здесь есть пуговицы, есть какие-то бисер, бисериночки. Вот там вот между этими ложбинками, между этими спиральками этих дынных корок. Естественно, эти дынные корки я обработала. Я их подкрасила. Сделала такой ретушь. Я воспользовалась акриловыми красками. И еще воспользовалась патиной, золотистой патиной. Вон, есть она, видите, там золотистая немножечко патина. Вот. И добавила все, что мне показалось уместным здесь. Вот. Вот составила такую цветовую гамму, которая мне понравилась. И в результате у меня получилось такое колье, которое я обожаю. Здесь оно завязывается на такой нехитрой веревочке. Я это сделала умышленно. Мне показалось, что здесь самое уместное решение. Это вот такое вот простое. Так же, как все составляющие, компоненты этого колье, они очень простые. Но иногда это колье я дополняю вот таким вот простеньким, но очень таким красивеньким колье из обычных таких бусин. Они как будто в воздухе висят, они на таких тоненьких ниточках. Вот такие вот какие-то капельки. Можно придумать еще какие-то варианты. Это можно носить с платочком. Это можно просто так носить. В общем, на что хватает вот моей фантазии. И вот как захочу, какое настроение, так я и надеваю это колье. Если вам интересно, мы с вами можем сделать такой браслетик. На основе вот таких вот дынных корок, вот таких вот цветочков, такого войлока, обрезков войлока. Я думаю, у вас хватает этих обрезков, если вы работаете, если вы делаете образцы, если вы пытаетесь там что-то делать, валять, экспериментировать, если у вас еще нет этих обрезков, то у вас они скоро появятся. Или можно же сделать специально, не обязательно обрезки, специально сделать такую полосочку из войлока, добавить туда шелка. Ну, в общем, можно фантазировать. Вот и все. Вот история моего колья. Субтитры создавал DimaTorzok